Итак, дорогие мои, для кого же, собственно, предназначена эта так называемая живопись? И неужели всем нам она действительно, ну так уж, нужна? И разве это не лицемерие, ходить в какие-то там музеи, нам что делать, больше нечего? И вообще, кого оно, это пресловутое искусство, призвано возвышать, изменять, облагораживать? И почему за столько лет или даже веков существование оно так никого и не облагородило, не возвысило, не изменило? Хотя, несомненно, иногда ему удается выдернуть из кое-чьих мозгов и сердец некие ниточки, на которые нанизаны точно бусины эти удивительные людские эмоции и смыслы, и они на некоторое время снова рассыпаются по самым недоступным закоулкам глубинного понимания этого непостижимо виртуозного замысла. Но спустя время все это становится настолько распиаренным, растиражированным, что лучше спрятать и навеки потерять этот замысел, как водится, невозможно. И как здорово, дорогой мой, что некогда я не откусил вам ваши драгоценные пальцы кисти. Ммм, просто замечательная мелодия. И вы опять имеете эту уникальную возможность совершенно безнаказанно влезать нам в уши и запускать центрифуги наших сердечных стиральных машин, перестируя поблекшее белье в конец замыленных глаз, заставляя заново открывать эти коряво и фирменно небрежно налепленные на холст разноцветные мазки, как кажется неудержимо выпрыгивающие из рам, и находить в них свои собственные квадратно-угловато-раздесятеренные отражения, и годами стоять неподвижно поверженные. Так и не понимая, хоть убейте, для кого, черт побери, предназначена вся эта мазня! Вся эта так называемая живопись! Трам-тарарам! И, конечно же, для кого угодно, только не для нас, верно? Просто потому, что мы нихрена не понимаем в этом. И вот, в попытках подарить плоскости третье измерение, река нашего воображения уже выходит из берегов, как вы видите, и мы уже встречаем некоего Джорджа Брака, вместе с которым разрываем тонкую материю на лоскуты, собирая из ее обрывков новые, совершенно алогичные, как кажется, совершенно лишенные жизни сюжеты, насыщенные невозможно иным и каким-то уже нечеловеческим восприятием. И вот мозги неискушенных зрителей как-то уже вскипают в попытке адекватно воспринять все эти новомодные изыски. Мы же стоим где-то за кулисами всеобщего недоумения и только приговариваем. Идиоты! Они пытаются понять живопись, пытаются понять меня! Почему они не пытаются понять пение птиц, смычание коровы, всплеск рыбы в реке? Почему? И вот с годами наша некогда горячо любимая жена уже превращается в пыльный футляр из-под женщины, в пустышку, как все мы уже видим, будто несколько лет Парижа высосали из нее весь прежний шарм, и мы уже не испытываем к ней ничего, что могло бы сподвигнуть нас написать, ну, к примеру, хотя бы натюрморт, что, как известно, переводится как «мертвая природа». И вот наш вороний глаз уже скачет в поисках все новых и новых объектов, способных возбудить перетрушенное вдохновение. Мы безжалостно протараниваем десятки женщин, но мало какая она может сравниться по ценности хотя бы с одним нашим мазком, не говоря уже о том, чтобы иметь честь обнажить свои глубины на наших полотнах. И вот мы уже идем по стопам скандального Дали, делая очередную жену несчастного Поля Элюара, своей любовницы, и пленяемся зеленоглазой красавицы Фернандо и Ольгей, череда прекрасных имен, и не менее великолепных их обладателей Мария, Тереза, Дора, Марселла, Франсуаза, несовременно, Жаклин Рок, текут через мои руки и глаза, и, перецарапав друг дружке, лица в приливах бешеной ревности, все они, конечно же, испытают искаженный восторг и великое счастье, быть мюзами, нимфами, феями великого гения, очаровательными распутницами за пределом предельного падения, и вместе с тем взойдут на пьедестал из рассыпанных нами звезд, на котором достойно находиться лишь женщина, богиня, трам, тарарам и бла-бла-бла, бла-бла-бла, и разве жалко всех этих словесных брызг за бесконечно пролонгированное мгновение неуловимо печальной улыбки, которой до самого последнего вздоха нам так и не удастся насытиться вашей мерзой, дорогие мои, ваши мерзые, их чертям все, драм, 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 в драме не гостиру на сто лет, мы начинаем сто лет лежать, утрасить не рассвет, сто лет лет сам раздельный и вонял, сто лет лет сам и песни сочинял, и год по новому и год, прощаемся в песни и дожные слова по кругу говорим до свидания, пацаны в небе пусть часы бьют на страну до свидания, пацаны в небе пусть нам пусть нас�ка сейчас до свидания, пацаны в небе и их позицию вашей мерзой, осяк эти рассвета на страну сегодня уносый your но я Продолжение следует...